Превращается в новую ловушку для Германии. США заявили, что труба Газпрома наносит удар по экологии. Придумали новые санкции против Северного потока-2. Немецкие СМИ пишут, что газбровод Северный поток-2 превращается в настоящую ловушку для Германии. Ситуация такова, что с одной стороны США грозят проекту новыми санкциями и ограничениями, несмотря на то, что он так и не может быть реализован в срок. С другой, оператор проекта Nord Stream 2 AG может предъявить иск в случае, если Берлин пойдет на попятны и откажется от строительства. Республиканец Тед Круз предложил очередные санкции против Северного потока-2. На сей раз США могут апеллировать к тому, что прокладка трупов в Балдейском море при помощи анкерной технологии наносит ущерб, экологии должна быть запрещена. Стоит отметить, что Тед Круз из нефтегазового штата Техас входит в число ярых критиков немецко-российского газового проекта «Северный поток-2». Он примет любые усилия, лишь бы остановить проект, заявил несколько дней назад представитель политика. В прошлом году Вашингтон ввел санкции против всех компаний, участвующих в строительстве газопровода из России в Германию и оказывающих ему финансовые и страховые услуги. После этого швейцарская компания All Seas, занимавшаяся прокладкой трупов, тут же покинула Балтийское море. Недостроенным оказался небольшой участок протяженностью в 150 километров. В начале февраля Россия направила в сторону Балтийского моря собственное судно, чтобы проложить оставшиеся трубы. Оно вышло из находки 10 февраля и с тех пор медленно, но верно приближается к Балтийскому морю. Ясно, однако, что окончание строительства газопровода, по которому российский газ пойдет в Германию, затягивается по меньшей мере на год. Теперь утверждают, что газопровод будет готов к началу 2021 года. Сложно предположить, как могут быть оформлены новые потенциальные санкции США, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Берлин был бы не прочь предоставить Газпрома исключение из правил, как было в случае с первым северным потоком. Однако другой проблемой газопровода стали четыре страны Восточной Европы, настоявшие на принятии газовой директивы ЕС, которая подразумевает, что после запуска газопровода к нему будут допущены конкуренты. Как пишет немецкий журнал, Федеральное сетевое агентство Германии уже в ближайшие несколько недель должно вынести решение о том, обязан ли газопровод «Северный поток-2» подчиниться предписанием ЕС и допустить к трубе других поставщиков, что сократит доступ Газпрома к собственной трубе на 50%. Намерение американского сенатора Теда Круза ввести новые санкции против «Северного потока-2» под предлогом того, что проект угрожает экологии Балтийского моря, на практике может обернуться проблемой для остальных газопроводов, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, «Северный поток-2» и так находится под санкционным режимом, поэтому навряд ли будут введены дополнительные экологические или технические ограничения. Однако американцы в любой момент готовы доказать обратное, поскольку яро демонстрируют свою оппозиционную позицию. Глава Белого дома наделил американцев правом ввести коммерческую добычу ресурсов на планетах и других объектах Солнечной системы. Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах Солнечной системы. В России, которая также участвует в лунной гонке, заявили о захвате других планет. Эксперты говорят, что действия Трампа не противоречат международным нормам. Трамп разрешил США использовать ресурсы Луны. Американцы должны иметь право ввести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством, говорится в указе Трампа, подписанном 6 апреля. Политика США, подчеркивается в указе, должна стимулировать коммерческое освоение космоса. Космос как юридически, так и физически является уникальным пространством для человеческой деятельности, и США не рассматривают его как всеобщее достояние, отмечается в документе. На данный момент юридический статус Луны и возможности использования ее ресурсов на международном уровне до конца не ясны. Договор о космосе 1967 года, являющийся основой международного космического права, лишь запрещает размещение на Луне вооружений и провозглашение суверенитета над какой-либо ее частью, но не регламентирует коммерческое использование ресурсов спутника Земли. Также в 1979 году появилось соглашение о деятельности государств на Луне, которое провозглашает принцип равных прав всех государств на исследование небесных тел, но к нему присоединились лишь 18 стран мира, и в их числе нет ни США, ни России, ни других стран с развитой космической программой. В частности, в указе Трампа говорится, что США не признают это соглашение. Госдепу и другим профильным ведомствам поручено провести переговоры на международном уровне для заключения соглашения разработки и добычи ресурсов на Луне и других космических телах. В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации трактовать соглашение о Луне как отражающее или каким-либо иным образом выражающее обычное международное право, говорится в нем. Трамп в марте прошлого года потребовал любой ценой отправить американцев на Луну, дав на это НАСА пять лет. Вслед за тем ведомство объявило о космической программе «Артемис», состоящей из двух этапов – высадки экипажа с первой женщиной на Луне и полетов на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить НАСА дополнительно более полутора миллиарда долларов. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия. В начале апреля НАСА рассказала подробности «Артемис». Пригодная для жизни подвижная платформа позволит совершать поездки по Луне продолжительностью до 45 дней. Постоянный обитаемый модуль на поверхности спутника Земли будет вмещать одновременно до четырех человек. Луна также рассматривается как трамплин для полетов на Марс. В начале февраля Трамп попросил у Конгресса выделить деньги на программу пилотируемых полетов на Марс и Луну, чтобы следующий мужчина и первая женщина на Луне стали американские астронавты, чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе, заявил он. Лукашенко попросил помощи в борьбе с коронавирусом у Европейского Союза для Беларуси и Украины. Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса. При этом, напоминаем, Лукашенко отказался ввести карантин в стране. В нынешних условиях, считает президент Беларуси, карантинные миры не принесут пользы, только вред, поскольку они не остановят распространение коронавируса, о чем свидетельствуют опыты других стран. По его словам, для этого в республике избрали очаговую тактику борьбы, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Как сообщает пресс-служба ведомства, 3 апреля состоялись переговоры министра финансов Максима Ермоловича с еврокомиссаром по вопросам европейской политики, соседству и расширению переговоров Оливером Вархелли. Стороны обсудили подходы ЕС в оказании помощи странам восточного партнерства в целях смягчения воздействия последствий пандемии COVID-19 на экономику Беларуси, говорится в сообщении. По информации Минфина обсуждена также возможность предоставления Европейским Союзом Беларуси макрофинансовой помощи в дополнение к кредитным ресурсам Международного валютного фонда, которые могут быть выделены в рамках инструментов быстрого финансирования. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уточнил, что Минск просил о поддержке системы здравоохранения страны и о помощи для преодоления макроэкономических последствий пандемии. По его словам, в Евросоюзе сейчас раздумывают, как помочь Беларуси. «Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 миллионов евро», — заявил Боррель, отвечая на вопросы журналистов. Кроме этих средств, Беларусь получит и часть денег из озвученных на предыдущей неделе. А именно тогда Еврокомиссия пообещала выделить 30 миллионов евро на поддержку систем здравоохранения стран Восточного партнерства и более 11 миллионов евро для помощи наиболее незащищенным группам населения. Всего Еврокомиссия пообещала выделить более 15,5 миллиардов евро на преодоление пандемии за пределами ЕС. Боррель уточнил, что эти средства уже предусмотрены существующими фондами и программами. Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Беларуси Андреа Викторин также заявил, что Украина нуждается в поддержке со страны Евросоюза. «У нас есть с вами общая проблема, можно сказать беда, Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине. Этот народ этого не заслужил. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», заявил Лукашенко. Он также отметил, что Беларусь, Украина и Евросоюз живут в одном регионе. «Этот нарыв, эту головную боль для Европейского Союза надо как можно быстрее устранить», добавил Лукашенко, говоря об Украине. Белорусский лидер также считает, что за происходящее в Украине ответственен ЕС, так как Киев решил ориентироваться на Европу. «Европейский Союз сказал А, а должен был сказать Б, если говорить откровенно, надо помочь украинскому народу», заявил он. Набу задержали высокопоставленное должностное лицо налоговой милиции на взятки в крупных размерах. Нефедов и его света будут получать премию в 300% от оклада, украинцы негодуют. Руководителю Следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей, уличенного в получении 50 тысяч долларов взятки, сообщено о подозрении. 7 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с ГОУ внутренней безопасности Государственной фискальной службы уличили в получении 50 тысяч долларов США неправомерные выгоды руководителя Следственного управления финансовых расследований налоговой милиции ГФС одной из областей. Следствием установлено, что чиновник требовал и получил взятку через адвоката-посредника от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы. Налогового милиционера и посредника разоблачили сразу после передачи им 50 тысяч долларов США неправомерные выгоды. Оба задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Так, действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по поручению заместителя генпрокурора, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, прокурорам вручено уведомление о подозрении адвокату, который выступал посредником в получении неправомерной выгоды, отмечается в сообщении. Сообщается, что адвокату инкриминируется пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, сейчас готовится ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения. Расследования приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2020 года. Кроме того, украинцы возмущены тем, что обещания о прекращении выплат премий топ-чиновникам в таможенной службе выполнять не намерены. Так, в руках журналистов оказались документы, по которым стало ясно, что в Министерстве финансов Украины согласовали выплату ежемесячных премий для руководителей государственной таможенной службы в размере 300% от суммы оклада. Ранее глава Нефёдова уже получил надбавки в сентябре-октябре 2019 года, о чем свидетельствует еще один документ. В прошлом году размер премии был несколько скромнее – 200% доклада. В свою очередь недавно в офисе генпрокурора состоялось совместное совещание с руководителями ключевых правоохранительных органов, обязанностью которых является противодействие преступности в таможенной сфере. Ирина Венедиктова собрала руководителей ГБР, таможенной фискальной и налоговой служб, чтобы обсудить, почему в бюджет недопоступают средства с таможни. Речь шла о защите интересов государства от неправомерных посягательств в налоговой и таможенной сферах и привлечении виновных лиц, предусмотренной законом ответственности, а также обеспечении возмещения причиненных убытков. Не меньшей угрозой, чем эпидемия коронавируса для нашего государства, в такое сложное время является недопоступление в бюджет таможенных платежей на сумму почти 20 миллиардов гривен. Это из-за планированных для выполнения 85 миллиардов гривен. При этом вместо активизации борьбы с преступностью в сфере взымания налогов и сборов, при импорте интенсивность регистрации уголовных производств по таким фактам из года в год не превышает даже сотни на всю страну, а в суток ежегодно направляется лишь около двух десятков, заявила Венедиктова. Она поставила вопрос о причине задержки принятия заключений по висящим делам и потребовала от руководителей правоохранительных органов обеспечить принятие окончательных законных решений, а не заниматься созданием видимости эффективной деятельности. От прокуроров же обеспечение надлежащего процессуального руководства в производствах этой категории.